добрый вечер всем я буду только плиз камеру клик камеру если можно понизить у нас камерой и нахама пожалуйста в следующие разы я очень прошу ну даже не ваннаш это в записи будет две вещи первое если лектор по какой-либо причине забудет включить запись пожалуйста напомните и второе если камера будет светиться куда-то в ненужное место значит тоже не постесняйтесь скажите ли я скорее всего не будет там разница в три часа времени все мне трудно обращать внимание я могу здесь не обратить внимание что меня там видно вот так что просьба теперь мы начинаем в любом случае до дела поскольку я сегодня хост так я буду поделал по ходу дела пускать людей я смотрю я смотрю значит так мы сначала добрый вечер всем мы сначала закончим надеюсь относительно быстро разговор который был заявлен в конце предыдущего занятия а затем перейдем к теме которая заявлена сегодня мотив отцов и детей значит штокас и таким образом мы как бы двигаемся тематически и по книге шмуэля и заканчиваем ее более или менее потому что нет смысла на мой взгляд идти просто последовательно по нарративу который многие так знают мы не занимаемся здесь каким-то последовательным изучением каждой главы книги шмуэля и других книг тонах а мы выбираем какие-то тематические обзоры значит вот я напоминаю что собственно на чем мы остановились прошлый раз мы видели что и есть некоторые нарративный сбой в тот момент когда начинается рассказ о грехе о преступлении давида и батшевы нарративный этот сбой доказывается очень просто я еще раз сейчас подниму подниму файл который который мы пользовались и снова представлю вам вот я тут как бы покрасилась на красный цвет черный цвет очевидно что есть отдельный нарратив касающийся войны вот и он начинается собственно говоря в начале десятой главы уже это обсуждали с конфликтом между царем омона новым царем омона и давидом послами давида и начинается описание войны и вдруг в середине этого описания начале одиннадцатой главы когда говорится что давид послал навы и своих рабов осадить на батам он вдруг так сказать out of the blue начинается история с преступлением большевика и совсем конечно out of the blue потому что это мы имеем дело с очень искусным писателем да он как бы построил это интересным образом на контрасте на противопоставлении давид посылает юава в то время как он сам там бои и и было и здесь в и и в и гиле это давид давид начинает заниматься начинает свое любовное приключение которое так нехорошо закончилась и когда приходит этому всему конец такой полу хэппи очень относительный рождается взамен после после смерти младенца давиду смог утешить большевую жену свою и тогда рождается шломой это как бы заявка на будущее и сразу после этого и сразу после этого мы вдруг как бы возвращаемся к истории с войной в эллахэм юабы работам он был работный амон юаб воюет рядом с городом работам он как будто бы это повествование она как такое рода ставная новелла на самом деле мы понимаем что не совсем странная новелла потому что у этой вставной новеллы есть продолжение на самом деле это последовательный нарратив потому что дальше речь пойдет о том что произошло в семье давида после дам преступления с большевой совершенно такие шекспировского уровня ужасы и преступления которые творятся среди детей давида и все это закончится только уже тому моменту когда будет подавлено восстание авшалома сына давида об этом будет рассказываться в девятнадцатой главе второй книги шмуэля я вижу кого-то надо впустить я пущу не отправлю окей вот так что это целый пласт и на самом деле история о войне с омоном она по своим размерам гораздо меньше чем этот пласт и этот пласт как бы существует на самом деле сам по себе он может существовать сам по себе он не зависит ни в коей мере от истории войны самой теперь дальше возникает вопрос следующего характера этот нарратив который может существовать сам по себе и видимо создавался в отдельно возможно отдельным автором во всяком случае он представляет собой какой-то иной средств традиции рассказывающий о давиде с какой целью он был сюда вставлен с чего при в конечном счете что преследовал редактор книги автор редактор книги и здесь как я вам и сказал в конце прошлого занятия возможны на мой взгляд два полярных объяснения два полярных объяснения я предлагаю их на ваш суд и после этого захочет задать вопрос или сделать свое замечание смогут это естественно сделать первое объяснение такое стремление автором редактором двигалась здесь стремление опорочить давида каком смысле опорочить давида показать что царская власть какая бы она ни была в конце концов обречена на деградацию и конечное разложение это в каком-то смысле согласуется с некоторыми аспектами идеологическими заявками книги шмуэля мы помним о том что в момент избрания царя это было воспринято как нарушение противостояния исходной божественной воли опять же мы обсуждали вся эта как бы нарративная цепочка связанная с неприятием царства куда она уходит своими корнями я предлагал это до северная северное миллио вот но так или иначе можно в принципе предположить что история давида и его детей должна проиллюстрировать с точки зрения автора вот этот неизбежный печальный конец которому приходит царская власть каким бы царь ни был изначально в конце концов как известно и известное я думаю всем выражение власть развращает а абсолютная врач власть развращает абсолютно значит это неизбежно конец такой в общем пассивный пессимистический взгляд на историю иудейского и израильского царства так например марти нот которую я уже здесь упоминал который считал что весь комплекс начиная от книги дворим кончая книгами плохим создан одним автором который конечно опирался на какие-то древние документы традиции но он как бы все это скомпоновал так вот марти нот утверждал что одна из идеологических установок этого автора была антимонархическая что он как бы хотел показать что в конечном счете значительная часть вины за разрушение храма и падение иерусалима лежит на плечах царей которые к этому привели которые не исполняли божественную волю или исполняли ее не так как надо даже если временами было хорошо теперь это как бы один возможный взгляд теперь я предложу другой полярный взгляд который тоже многие сегодня разделяем он состоит в том что автор наш как истинный художник и и как сказать как это тоже говорится что сегодня все время лезут в голову всякие штампы и и афоризма на инженер человеческих душ на вот он как инженер человеческих душ понимал что человек сложен что невозможно создать какую-то такую идиллическую картину которую например создает автор книги хроники где время в отношении давида и шума человек сложен и снова лезет в голову теперь цитата из достоевского здесь бог с дьяволом борется поле битвы сердце человека значит вот как бы вся эта история связанная с давидом конечно автор как бы опирается на некие известные ему традиции которую он считает не вправе замалчивать и хотя он сам по себе всячески сочувствует давиду и для него это как бы некий ориентир некий маяк в истории тем не менее он человек ничто человеческое ему не чуждо и он тоже совершает преступление за которое потом тяжело расплачивается как бы вот такая попытка создать сложный образ многие любят эту концепцию этот подход хотя он представляется мне не более но и не менее убедителем чем предыдущий во всяком случае то чем я закончу сейчас свое краткое сообщение и предложу вам задавать вопросы или делать какие-то свои замечания на тему я еще раз повторю что вся эта история мало того что она как бы композиционно стоит особняком и создает отдельный текстологический пласт который не очень хорошо вписывается в в исходную историю царства не давида но кроме того видимо видимо она была вставлена туда относительно поздно потому что и я напомню вам снова книга малахим исходно никак не реагирует на эту историю преступления давида она ее как бы такое ощущение не знает и не помнит потому что давид в книге малахим является абсолютным эталоном примером для подражания когда царя надо похвалить но надо сказать что он был как раб мой давид который соблюдал все заповеди и делал угодно и мои глаза когда надо царя поругать хоть он не был как раб мой давид и только лишь редакторская глосса в одном месте который вам представлял в 15 главе первой части книги плохим как бы показывает что кто-то видимо на полях написал и потом это вошло в текст что ну ну как же но есть история с урией большевой а шераса давид это и шарбе и нея дуна и в лосарми коля шерцы ваху коли и мэй хаям давид делал только прямо праведное в глаза господа и не отступал от всего что господь ему заповедал все дни жизни своей рак бедвар уриахити но только исключение составляет история с уриахити это такого кратенькое замечание на значит очевидно что история преступления и наказания давида она как бы появляется на каком-то позднем этапе формирования традиции связанной с история давидова царства ну вот я здесь поставлю точку и тот кто хочет задать вопрос или как-то отреагировать может это сейчас сделать а можно по слову сказать я просто думаю что на самом деле эти две версии отлично совмещаются потому что с одной стороны говорится о том не значит всевышний твой царь и грешишь если выбираешь царя с одной стороны с другой стороны если ты уже его выберешь этого царя то он должен подчиняться определенным правилам определенным значит выполнять определенные требования какое должен быть что он должен был делать и дается конкретные указания просто речь это о том что такой царь как бы он не рождается в готовом виде в этом смысле не значит никто и не был идеальным сразу, или потом, по крайней мере, разоблачалось в чем-то, то есть ни Моше, ни Арон не оказались идеальными. И здесь то же самое, то есть этот царь, он пока, значит, у него есть все эти необходимые свойства, но пока они в нем, кстати, сформируются, чтобы вот он, значит, у него, он делает эту шву, у него привязанность к Всевышнему, он понимает, что это истина, вот у него есть эти способности стать царем, а не сразу родиться и быть царем, поэтому обе эти версии, они, кстати, вполне нормальные, то есть, с одной стороны, не каждый может быть царем, а тот, кто может быть царем, должен выполнить определенные требования, и тогда, как бы, нет никаких противоречий и проблем, мне кажется, что вы считаете? Я считаю, что противоречия остаются все равно, и то, что я, собственно говоря, представил, это как бы две разных тенденции, одна однозначно антимонархическая, а другая как раз таки поддерживающая в целом монархию Давида и рассматривающего в позитивном свете, но тем не менее готовая видеть его во всех сложностях. Теперь, что касается того, что царем не рождаются, им становится, это понятно, это несомненно так. Другое дело, что все-таки то, что совершает Давид, в каком-то смысле превосходит все возможные градации преступлений, которые мы бы ожидали от царя. Мы не зря сравнивали это с законом о царе, который озвучивал Шмуэль перед народом в момент избрания, и там шла речь о том, что царь может забирать ваших детей себе в услужения, и ваших сыновей, и ваших дочерей, что он там будет забирать у вас имущество, но все-таки даже Шмуэль не говорит того, что царь будет забирать ваших жен и убивать их мужей. Значит, это как бы некоторая точка экстремума, и поэтому, собственно говоря, этот вопрос и становится, потому что как бы создается некоторое глубинное противоречие между образом Давида, идеального восхваляемого царя, и образом Давида, преступника. И это как-то следует совместить, значит, совместить в сознании, вот как в глазах автора это укладывалось. И вот эти две, в общем, полярные концепции, которые я предложил, они пытаются это сделать. Вот, параллельно пытаюсь объяснить, как вообще этот текст возник. Значит, ну... Да он покаялся, в конце концов, собственно, это главное. Покаялся, он пока... Не знаю, главное ли это, потому что покаялся-то он покаялся, но наказание он, во-первых, не избежал, а кроме того и Шауль тоже покаялся. Шауль, совершивший совершенно другого рода проступок. И, по крайней мере, может быть, в глазах людей, выглядящих менее серьезным, он тоже покаялся. Дважды покаялся. Вот. Но, тем не менее, ему прощено не было. На виду была оставлена династия. Конечно, можно говорить о том, что это как бы постфактум. Автор пытается объяснить падение одной династии, объяснить прочность другой, но так или иначе, на мой взгляд, проблема все равно остается, значит, как бы мы ее не решали. Все равно она остается. Кто-то еще хочет сказать, задать вопрос? Есть у кого-то желание спросить, сделать замечание, пока мы не начали следующий виток обсуждений? Народ хочет следующий виток. Хорошо, тогда начнем следующий виток, значит, который заявлен как мотив или тема отцов и детей в книге Шмуэля и ее роль в библейской истории. Значит, должен сразу же, еще перед тем, как я открою советствующий файл, должен сразу же сказать, что книга Шмуэля имеет лишь одного конкурента в мотива. Я думаю, вы догадываетесь, что речь идет о книге Береши, у которой вообще с книгой Шмуэля очень много всяких перекличек. Вот эти две книги, в них мотив отцов и детей, он занимает очень большое место, чисто количественное, и он играет, судя по всему, очень важную роль. Значит, вот эти внутренние внутренние напряжения, какие-то конфликты. Одновременно это не только тема отцов и детей, но это и тема братьев. Значит, братья это тоже как бы подтема, то, что происходит внутри семьи. И это мы тоже увидим. Вот если посмотреть таким общим взглядом на остальные книги Танаха, там это гораздо меньше, не то, что этого нет совсем, но гораздо меньше. Это звучит, как правило, как некоторая минорная относительно тема. Ну, например, всем понятно, что главным героем Торы является Моше. И мы знаем о том, что у него есть дети, о них нам рассказывается, но эти дети, в общем, не играют, ну, абсолютно никакой роли в повествовании практически никакой. Об отношениях между Моше и его детьми тоже речи никакой не идет. Как бы отношения между Моше, скажем, и его родителями тоже, в общем, очень такие минорные, камерные, поэтому впоследствии Мидраши это развивают, стараются развивать. Вот. И также точно дело обстоит и в других книгах, там, скажем, его Шуа, чуть больше, может быть, в книге Шофтим, но тоже это не является каким-то центральным мотивом. Гидон и его сыновья, Ифтах и его дочь, пожалуй, и все. Вот. Книги Малахим, книги царей, конечно, династии меняются, значит, отцы и дети, но при этом, как правило, автор не заостряет внимание на том, каковы, собственно, отношения между отцами и детьми, между отцом-царем, между сыном-царем. Этого почти нет. Вот. Так что в этом смысле книга Шмуэля, равно как книга Берешит, является абсолютным чемпионом. И вопрос, который мы зададим, в конце концов, который нас будет интересовать, действительно, какова роль этого мотива, если он настолько интенсивен, значит, он как бы что-то нам должен сигнализировать. Вот это что мы попытаемся определить через, конечно, тексты. Вот. Поэтому я сейчас открою второй приготовленный мной файл, который называется «Отцы и дети, братья и сестры» в книге Шмуэля. Вот. И мы потихонечку пойдем по ходу текста. Значит, первая встреча, касающаяся отцов и детей, происходит уже в самом начале книги Шмуэля. Это проблемные взаимоотношения между Коэном, священником, жрецом Ильей Вшилло и его сыновьями, о которых говорится, что они поступали преступно. Мы это с вами обсуждали уже в свое время. Значит, они, во-первых, нарушали некий установленный закон, касающийся доли священников в приносимых жертвах. А кроме того, про них еще говорится отдельно, отдельно, дополнительный штрих, что они вели разнузнанную половую жизнь и брали себе тех женщин, которые по тем или иным причинам приходили в святилище. И надо отметить, что, видимо, этот стих, который об этом говорит, он как бы создает определенное скрытое, но все-таки напряжение, связанное с матерью пророка Шмуэля, ханой, которая тоже пришла в святилище. И в этом смысле, возможно, автор намекает нам, что она была хранима Богом и потому не подверглась вот этому самому издевательству сыновей Илии. Контакты, собственно, у нее были не с ними, а исключительно с самим священником, потому что она вела себя совершенно особым образом. Это были женщины, которые собирались у входа в Скинию, у входа в святилище, видимо, с какими-то культовыми целями, тоже связанными с принесением чего-то. Сам этот глагол сов-от почерпнут из описания книги Шимот по поводу женщин, которые приносили разные предметы в храм, жертвовали. В то время как хана, мать Шмуэля, приходит в храм совсем с другой целью, она молится, она находится в неком одиночестве и на нее обращает внимание лишь сам Или. Как бы тут уже намечается своего рода такое разделение между семьей Или и семьей пророка Шмуэля. Они как бы пересекаются, но в сущности говоря, то, что происходит, это что Шмуэль замещает собой нечестивых сыновей Или. Нигде не сказано, что Или усыновляет Шмуэля, но он как бы как некий юнец или ребенок находится под его опекой и всячески текст противопоставляет Шмуэля сыновьям Или. Как бы если сыновей Или, отец пытается как-то урезонить и упрекать, вот здесь это говорится, я слышу о вас дурные вещи. Почему вы это делаете? Не делайте этого, потому что если вы согрешите против Бога, то ничто и никто вам не поможет. Но они не слушали голоса отца своего, ибо Бог уже решил их умертвить, их наказать, в то время как юноша Шмуэль становится все более великим и он хорош с Богом и с людьми. А вот этот контраст создается, мы увидим, что нечто подобное происходит и дальше сейчас. Значит, вот ровно та же ситуация, это как бы тот же патрон, который следует рассмотреть, это история со Шмуэлем и его сыновьями. Потому что точно так же, как в случае, как и в истории Селии, так же и в случае со старившимся Шмуэлем нам рассказывается о том, что его сыновья исполняли те же функции, что и он. Он был судьей, и они тоже судили Израиль. Но судили они несправедливо, неправильно, они не ходили его путями и были коростолюбцами, брали взятки, искажали суд. И это, собственно говоря, послужило непосредственной причиной, непосредственным поводом для просьбы народа заменить эту власть властью царской. И здесь я хотел бы отметить, что в каком-то смысле ровно то, что происходит в истории с Илией и Шмуэлем, где Шмуэль, не называясь сыном Или, фактически им становится и замещает собой неправедных сыновей Или, так же точно и в случае Шмуэля. Шауль, первый царь Израиля, который нигде не называется сыном Шмуэля, и тот его вовсе не усыновляет, а лишь помазывает на царство, он фактически становится заменой его сыновьям, которые дальше никак не упоминаются. В то время как отношения между Шмуэлем и Шаулем отношения совершенно особого рода. Я хочу обратить ваше внимание прежде всего на то, что есть связь между их именами. Они звучат похоже, Шмуэль, Шауль. Но мало того, что они звучат похоже, дело не только в этом, а дело в том, что когда хана, мать Шмуэля, дает имя своему рожденному сыну, она объясняет это имя следующим образом. Я взяла его в долг, так сказать, у Господа. При том, что, казалось бы, имя Шмуэль предрасполагает в другой этимологии. Его имя Эль. Есть разные этимологии имени Шмуэль, которые предлагаются. Самая простая его имя Эль. Его имя Бог. И дальше тоже, когда хана разговаривает со священником Ильи и говорит ему, напоминает ему, что она та самая женщина, которая когда-то, около года назад здесь находилась и молилась, то вот именно об этом, не около года назад, прошу прощения, несколько лет назад, то вот этот ребенок, о котором я молилась, и Господь дал мне его взаймы, исполнил мою просьбу, ответил на мою просьбу. Ашетше Аль Тимеймо, который я попросила у него, тут как бы такая игра с значениями идет, я попросила, я заняла. И я его как бы отдаю Господу во все дни жизни, потому что у Шауля Дунай, он на самом деле как бы взят взаймы, он выпрошенный у Господа и для Господа. И она кланяется, Ильи поклонился Господу после ее слов. Теперь мы видим, что все время играет вот этот глагол Шааль в этих словах, он постоянно появляется, а в последнем предложении напрямую заявлено имя будущего царя Шауль. Он не эксплицитно, он, конечно, не заявляется как будущий персонаж, но намек дан. То есть намек на какую-то очень тесную связь между Шмуэлем и Шаулем. И когда Шауль вынужден, когда Шмуэль вынужден объявить Шаулю о том, что Бог отвергает его, после истории с амаликитянами, говорится о том, что Шмуэль не видел после этого Шауля до дня смерти своей, ибо он сокрушался по Шауле, он плакал о нем. Киитабель Шмуэль и Шауле. А Господь пожалел о том, что он воцарил Шауля над Израилем. И следующая же глава тоже начинается так же. Сказал Господь Шмуэлю, доколе ты будешь плакать по Шаулю? Я его призрел и не хочу, чтобы он был царем. Вот это как бы этот плач Шмуэля по Шаулю, этот травм, может напомнить нам известное место в книге «Перешит», когда Яков плачет, сокрушается по Иосифу, который, с его точки зрения, умер, на самом деле он жив. И Яков и Иосиф, Яков и Иосиф, это все-таки отец-сын между Шмуэлем и Шаулем. Нет таких отношений, но, однако, ощущение такое, что наш автор продвигает одну и ту же мысль, один и тот же, повторю, паттерн. Значит, настоящие сыновья оказываются неудачными, а правильным, настоящим сыном оказывается как бы сын духовный. Даже если в конце концов, как это происходит с Шаулем, этот сын оказывается тоже неудачей. Но именно он дорог Шмуэлю. Нам ничего не рассказывается о том, как относился Шмуэль к своим родным сыновьям. Они как будто забываются. А Шауль занимает вот это центральное место. Это не совсем то же самое, конечно, что в книге Берешит, где передача наследия тоже происходит неестественным образом, а минуя, как правило, старших сыновей и переходя к младшим. Значит, здесь нельзя сказать, что происходит ровно то же самое, но в каком-то смысле это нечто подобное. Значит, настоящие сыновья отходят на задний план или отвергаются, и их место занимает кто-то, кто пришел позже. Это позже исходно Шмуэль у Ильей и Шауль у Шмуэля. Пойдем дальше. Значит, мы пока что собираем данные, чтобы потом это осмыслить. Какой-то диалог, я надеюсь, состоится на эту тему. Мы переходим к Шаулю и его детям. Начинаем с Шауля и его дочери Михали. Значит, у Шауля есть две дочери. Одну зовут Мерав, другая – Михаль. Мерав практически никак не фигурирует в повествовании, в то время как Михаль становится женой будущего царя Давида, которому Шауль отдает ее, как некую разменную карту. Он хочет воспользоваться своей дочерью как некой приманкой или как ловушкой по отношению к Давиду с тем, чтобы добиться его гибели. Он посылает Давида убить 100 филистимлян, когда он сможет жениться на Михале. Вот Давид на самом деле даже превосходит это задание в результате, убив 200 филистимлян. Но одного Шауль не учитывает, что Михаль полюбила Давида. Михаль полюбила Давида. И дальше, по сути дела, создается такое глубинное напряжение между отцом и дочерью, которое оказывается на стороне человека, которого отец хочет уничтожить. Оказывается на стороне Давида. Есть известная сцена, где Шауль посылает посланников в дом к Давиду, уже после того, что он женат на Михале, с тем, чтобы его убить. С тем, чтобы его убить. Но спасает его Михаль, которая, подобно Рахаву из книги Йошуа, спасшая еврейских, израильских разведчиков, которых она спускает через окно, через стену, со стены, там, где она живет. Также точно и Михаль спускает Давида через окно, и ему удается убежать. В этой сцене, кстати говоря, есть довольно прозрачный намек, опять же, на перекличку, на связь между книгой Шмуэля и книгой Берешит. Это легко заметить, потому что, что делает Михаль, она берет Терафимов и кладет их в кровать вместо Давида. С тем, чтобы убийцы, которые придут, вроде как сделали свое дело, но на самом деле это вовсе не Давид. А Давид за это время выиграет время и сможет убежать. Понятно, что слово Терафимы является здесь значащим. В свое время Рахель взяла Терафимов у отца своего Лавана. И там, опять-таки, было вот это напряжение. Дочери, которые поддерживают своего мужа, Рахель и Лея, а не отца, который этого мужа преследует. Иными словами, можно сказать, что в отношениях Шауля со своей дочерью, с его дочерью, намечается такая трагическая трещина. Дочь встает против него, поддерживая его врага. Он продолжает, на самом деле, вести себя по отношению к ней, как вот такому орудию в своих руках. Когда Давид убегает, Шауль отдает Михаль, жену Давида, в жены другому человеку. Это подчеркивается. Потом Давид ее заберет обратно, уже после смерти Шауля. Вот это здесь тоже показывается, как это происходит. Я привел этот текст. Давид посылает посланцев Ишбошиту сына Шауля, который правит короткое время, требует, чтобы ему вернули Михаль. И тот ему действительно Михаль возвращает. Теперь, чтобы закончить разговор о Михале, надо ввести еще один штрих, такой, как бы сказать, трагический штрих, который состоит в том, что отношения между Давидом и Михалью тоже не наладились по-настоящему. И Михаль оказывается своего рода между двух огней. Она с одной стороны ушла от своего отца, а с другой стороны ее муж ее, в конечном счете, разочаровывает. Об этом рассказывается в шестой главе книги Шмуэля, где Давид переносит ковчег в Иерусалим и пляшет перед ковчегом. И вот это кажется Михале, царской дочери, унижением царского гостоинства. Она выговаривает Давиду за это. Давид отвергает ее упреки и говорит, что ради Господа он готов еще и не такое сделать. Как бы совершенно, его совершенно не интересует царское достоинство. И кончается это все довольно печально. Говорится, что у Михаль, дочери Шаули, не было сына до дня ее смерти. Таким образом, трагедия династии Шауля здесь приходит к некоторому одному из своих завершений. Мало того, что сам Шауль гибнет и династия его прерывается. Но единственный человек, который мог все-таки создать продолжение рода Шауля уже внутри династии Давида, это была его дочь Михаль, которая, сама того вообще не желая, привела к окончательному пресечению рода Шауля. Такие вот сложные отношения. В каком-то смысле нечто подобное происходит и в истории с Шаулем. Можно я про Михаль все-таки хотела добавить, ну, мое собственное впечатление. То есть я не отрицаю, что она как-то неверно, неправильно восприняла поведение Давида во время принесения ковчега, и что она неправильно может быть реагировала. Но я просто думаю, что вот такая реакция негативная, она вследствие того, как с ней обращались всю жизнь. Вначале отец ей манипулировал, отдал Давиду, потом он там пал тебе, да, еще потом. Вроде бы там не знаю, что там было, любовь-нелюбовь, но какая-то жизнь. Он шел, когда ее забрали, шел и плачал столько времени за ней, да? А почему Давид потребовал? Не потому, что он по ней соскучился, дорогая, любимая жена. У него там, тем временем, другие шаги были вполне. Верно. Третья. Ему нужно был союз заключить, ему нужно было какую-то карту свою потребовать от них, чтобы они, так сказать, выказали свое, ну... Придеть свою власть. Да, да. И для этого потребовал, Михаил. То есть человек, которым всю жизнь обращались к объектам, это такая горища внутри, я так себе представляю. На самом деле, она тут как бы жертва, скорее, чем вина. А, в общем-то, это началось все с ее отца, который ей стал манипулировать. И да, скорее всего, так тоже им манипулировал. И то, что, так сказать, она потом, если мы могли себе представить, это было, так сказать, воссоединение любящих людей, там, семья, взаимопонимание, она, так сказать, даже если ей не понравилось, как он там плясал, можно это сделать иначе, другими способами. Вполне понятно, что есть возможность спросить в другой ситуации, другими словами, и так далее. Но понятно, что тут, так сказать, у нее такая разбитие жизни, и нет ничего такого, ничего, что между ними реально существует. Вот это я тоже хотела добавить, если можно. Спасибо большое, Нехама. Я могу к этому еще добавить, что у Анны Ахматовой, в ее цикле библейских стихотворений есть стихотворение о Михали, вот так, не цитируя само стихотворение, каждый его может найти, вот она тоже пытается показать какую-то внутреннюю трагичность Михали, которая как бы мечется между двумя полюсами. Она, с одной стороны, воспринимает Давида как такую деревенщину, мальчишка-пастух, как там сказано, а с другой стороны, она безумно влюблена в него, и, в общем, как бы из стихотворения возникает такое вот ощущение, что любовь-то это на самом деле безответная. Она-то в него влюблена. Давид вовсе не влюблен в нее, а в конечном счете берет ее в жены, потому что таким образом он породняется с царем, и шансы его на дальнейшее продвижение увеличиваются, что и произошло в конце концов. Так что да, фигура Михали в значительной степени фигура трагическая, в не меньшей степени, хотя и по-другому, трагическая фигура и Йонатана, судя по всему, старшего сына Шауля, его несколько других сыновей, погибших вместе с Йонатаном и Шаулем на горе Гирьбова, упоминаются в одном месте в конце книги Шмуэля. Главное, это, конечно, фигура Йонатана. И проблемы между Шаулем и Йонатаном начинаются уже еще до появления на историческом горизонте Давида. Я напомню вам, мы этот рассказ разбирали. Йонатан является спасителем Израиля. Он одерживает победу над филистинлянами, благодаря которой филистинляне отступают и бегут. Шауль, возглавляя свою армию, произносит некое заклятие, требует от народа не есть до тех пор, пока враги не будут уничтожены. Как бы выматывает свою армию, но при этом никаких остановок. не то чтобы ни шагу назад, но не останавливается. А Йонатан, который не слышит этого заклятия, пробует мед, весной мед. И ему об этом говорят, что твой отец проклял всякого человека, кто поест сегодня. Йонатан же отвечает на это, что отец замутил землю, навел на землю грех. Да, он не должен был этого делать. Смотрите, такая игра слов. Унаки оруинай. Смотрите, ибо наполнились глазами и светом, после того, что я попробовал немножко этого меда. Потом происходит проверка, кто нарушил заклятие. Шауль хочет узнать, кто нарушил заклятие, потому что Бог не отвечает ему через принятые способы обращения к нему. И он, судя по всему, бросает некие жребия. В той или иной форме делается попытка установить виновного. И виновным этим оказывается Йонатан. И Шауль требует его смерти. Говорит, меня, даже если это мой сын, с моей точки зрения, он достоин смерти. Она ведет себя в данной ситуации примерно как Петр Первый. Народ спасает Йонатана от рук Шауля и говорит, что не умрет в этот день Йонатан, который совершил великое спасение для Израиля. И Шауль вынужден отступить. Но эта глава уже делает заявку на трещину в отношениях между отцом и сыном. Казалось бы, они делают одно общее дело, но при этом отношения между ними находятся в состоянии разлома. И фактически дело едва ли не кончается гибелью Йонатана. Это является своего рода прелюдией к дальнейшей истории. Как многие из вас, я думаю, помнят, дальнейшая история состоит в том, что Йонатан последовательно восстановится на сторону Давида. Подобно Михале, он поддерживает Давида, заключает с ним союз. Об этом рассказывается несколько раз. В книге Шмуэля мы сейчас не будем касаться дублетов книги Шмуэля, но это рассказывается несколько раз. Подчеркивается, что между Давидом и Йонатаном царит полное взаимопонимание и абсолютная дружба. Более того, Йонатан понимает, что Давид станет будущим царем, и он признает его первенство и лишь просит его о том, чтобы Давид потом пощадил его потомство, что Давид на самом деле делает и опекает сына Йонатана, которого зовут Мефивоши. При этом это еще больше усиливает напряжение между отцом и сыном. Сначала Йонатан обращается к Шаулю и говорит ему о том, что ты несправедливо преследуешь Давида, который ни в чем против тебя не согрешил. Все, что он делал, это только тебе же в облада. Он рисковал собой, убил филистимлянина, совершил великое спасение. Почему же ты хочешь пролить его невидную кровь? В этот первый раз Шауль прислушивается к голосу Йонатана и даже клянется ему, что он не тронет Давида. Но, как мы знаем, это не происходит. Отношения между отцом и сыном достигают некоего апогея в тот момент, когда Давид по совету Йонатана не присутствует на царской трапезе, посвященной новомесячью. И Шауль явно что-то подозревает и спрашивает, почему сына Ишая нет здесь. Йонатан отвечает, на самом деле, некий обманный маневр, но отвечает, что я дал ему разрешение пойти в его родной город Бейтлехен с тем, чтобы он там принес семейную жертву. И Шауль сразу же понимает, что это обман. И говорит Йонатану очень жесткие слова, какие не до конца, может быть, понятные. Бен-На-Ват-Хамар-Дут как-то точно перевести преступник и бунтовщик, так он называет своего сына. Буквально сын преступления и бунта. Бен-На-Ват-Хамар-Дут я же знаю, что ты предпочел сына Ишая на позор себе и на позор наготы своей матери. Но это в таком смысле как такое почти грубое ругательство. Неужели ты не понимаешь, что все дни, пока сын Ишая жив, твое царство не устоит? Его необходимо предать смерти. На что Йонатан отвечает ему, за что он ничего не сделал. И тогда Шауль, находясь в таком параноидальном состоянии, совершает действие, которое является апогеем в его отношениях с Йонатаном. Он берет копье с тем, чтобы убить Йонатана, за которым он видит Давида. И из чего Йонатан понимает, он правда промахивается, Шауль, но он понимает, что Давиду уже не устоять здесь и что Шауль его не пощадит. И как бы последнее, что мы сейчас скажем, это это та сцена, когда Шауль, окруженный своей своими рабами, сидит с копьем в руке и жалуется на то, что никто его не поддерживает. Он обращается уже ко всему своему клану, сыновьям Бениамина. Его никто не поддерживает как следует в борьбе с Давидом. Все, говорит он, участвуете в заговоре против меня. И никто из вас не рассказывает мне о том, как мой собственный сын заключил союз с сыном Ишая. Никто о вас не думает обо мне, не болеет обо мне. То есть можно окончательно подчеркнуть, здесь установить, что Шауль воспринимает своего родного сына как одного из главных своих врагов. Таким образом, и в случае с сыном оказывается полное разминовение, полное непонимание и распад, фактически распад семьи, несмотря на то, что они погибают, Шауль и Иоаннатан, вместе на горе Иоаннатан и как бы только лишь в момент смерти они соединяются. И когда Давид оплативает их, он говорит, Шауль и Иоаннатан любимые при жизни, при смерти не были разлучены. Здесь есть, конечно, какая-то идеалистическая картина и, как мы видели, при жизни Шауль и Иоаннатан меньше всего, конечно, здесь говорит, что они были любимы, но вообще использование термина любовь в отношении Шауль и Иоаннатан одновременно звучит таким диссонансом к своему рассказу. Хотя и говорится здесь во время смерти своей не разлучились, можно сказать, что только во время смерти то они и соединились. При жизни между ними не было никакого соединения, что и привело в сущности говоря к падению семьи Шауля. Я как бы забрасываю это как некоторую мысль и предлагаю над ней подумать, что с точки зрения автора книги Шауля одна из глубинных причин падения той или иной династии, династия может быть не только царская, например, священническая или судейская, пророческая, причина этому распад семьи. Вот это полное непонимание, абсолютный конфликт между отцами и детьми. Это то, что оказывается непосредственной причиной падения. Совершенно другая картина будет в истории Давида и его семьи, об этом мы будем уже говорить в следующий раз достаточно подробно. Здесь я поставлю точку и опять же, если есть вопросы и замечания, то вперед мы по крайней мере некоторую нить, мировоззренческую нить автора книги Шмуэля мы сквозь призму этого мотива отцов и детей, как мне кажется, начали нащупывать. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, замечания, соображения, сейчас можно это сделать. Спасибо. Народ, вопросы? Ну, по-видимому, народ обдумывает, все это. И мы сложные как-то понимать. На обдумание мы там как бы это все сопоставим, повторяю, с историей Давида, начиная с истории Давида и его братьев, а потом Давида и его детей, там картина будет иная. Об этом отдельный разговор. Хорошо. У меня есть некоторый вопрос, но он может показаться достаточно дебильным и не к месту, но тем не менее я его спрошу, можно вытереть из протокола. Знаю, по-моему, это не только у меня на слуху, но вот скажем, в кругах, которые не имеют к нам отношения, скажем так, определение связи между Давидом и Юнатаном, она зачастую как бы преподносится как однополая связь. Вот эту тему я не раз на самом деле слышал. Значит, вопрос заключается в том, я не говорю вообще в традиции, то есть трудно предположить, но вообще кроме как привязки современных ЛГБТ движений к чему-то вот такому, типа даже к Танаху, а вообще где-то это вообще в принципе, ты когда-нибудь про это слышал? Да, конечно. А, да? Я, конечно, про это слышал. Более того, я очень осторожно задал вопрос, ты это слышал, да? Принято сопоставлять, значит, как бы скорее говорят, ну, некоторые говорят про однополую любовь, то скорее о неких гомоэротических отношениях. в этой связи вспоминают с одной стороны эпоса Гильгамеши и взаимоотношения Гильгамеша с Энкидо, которые очень напоминают взаимоотношения Давида и Йонатана, и там тоже как бы есть намеки на гомоэротические отношения, а что касается еврейской традиции, то есть нечто подобное отчасти тоже с какими-то прозрачными намеками в Талмуде, в Вавилонском Талмуде при описании взаимоотношений Раби Йоханана и Рэш Лакиша. Есть такая история в Вавилонском Талмуде о в трактате Баумыция, где Рэш Лакиш, как он рассказывает, как бы его генезис, как он из разбойника превращается в мудреца, так вот это происходит в тот момент, когда он видит купающимся в Ярудене Раби Йоханана и принимает его за женщину, значит, и туда выясняется, что это вдруг мужчина, вот, и тогда Раби Йоханан, чтобы как-то от него отвязаться, с одной стороны предлагает ему в жены собственную сестру, вот, а там есть такой довольно диалог неоднозначный насчет силы и красоты, во всяком случае, как бы такая линия есть, но при этом надо иметь в виду, что здесь следует быть крайне осторожным, да, потому что нет тут таких, скажем, прямых описаний, грубых прямых описаний, подобных, ну, скажем, тому, что мы можем встретить у греков, да, когда Платон в пире напрямую, значит, как бы соотносится вот с такими вещами, и это воспринимается как совершенно нормальная, если даже не позитивная вещь, значит, ну, надо иметь в виду, что Танах, во-первых, в целом осуждает гомосексуальные связи, с другой стороны, он их осуждает не по, видимо, не по тому принципу, что это как осуждается как некая другая сексуальная ориентация или что-то в этом духе, а скорее по принципу того, что нарушается некоторое исходное божественное предназначение, которое основано на разделении полов, вообще-то Танах противостоит любому смешению, будь то в одежде, будь то в растениях, в животных и в отношениях между людьми. Поэтому можно увидеть здесь какие-то намеки на какой-то род отношений, на какую-то дружбу, переходящую границы и превращающуюся в чем-то в любовь, но при всем этом Танах ничего не говорит о каких бы то ни было физических проявлениях этих отношений, а посему любая попытка это вчитать в текст, она представляет собой некую спекуляцию. Да, понятно. Окей. Понятно. Окей. Ну, это отличная промо для наших последующих занятий. Хорошо. Можно, если еще раздавайте на отношениях? Вон и Хава проснула замечательно. Что такое? Я не спрямовала. Стам, стам, стам. Хотя нет, конечно, это время для меня уже такое, что я сплю. Я понимаю, да. Ну, такой вопрос был. Про отношения у меня всегда у меня нет ответа. Это такой вопрос. При всей этой любви и то, что и клятвы, и как он его поддерживал, и они там поднимаются, расстаются. Давид уходит никак. Ему Янатан не принес ни еды, ни оружия, ничего. Он уходит без ничего, и из-за этого потом происходит то, что происходит с городом Новый. Да? Вот это меня всегда поражало. Почему-то Янатан его не снабдил? Да, он как бы логично, но он разрывается, я думаю, все-таки, тем не менее. Ее, А там, где, например, это Витя гораздо больше. Михаль некоторые пассивные фигуры, которые все переставляют туда-сюда, а Енатан активные деятельности, и он разрывается между тем и другим, это понятно. Но мог бы все-таки от такой большой любви принести ему хлебушка и меч? Мог бы, это действительно не делается, но это как бы можно записать в раздел определенных загадок. Вот, действительно, Давид вынужден просить хлебушек и меч совсем в другом месте, в городе Нов. Вот, но, с другой стороны, трудно увидеть за этим какой-то злой умысел, потому что на протяжении всего этого времени Йонатан его всячески опекает и помогает. Не злой умысел, но вот какое-то это самое, тем не менее, отстранение, он уже его как-то... Возможно, возможно. А возможно просто и другое, можно предположить и другое, что, значит, до последнего момента Йонатан надеялся на то, что удастся как-то уломать отца. И в тот момент, когда он понимает, что это сделать уже невозможно, то тогда он просто предлагает Давиду быстро смывайся, быстро уходи. И тут уже ни до каких, ни до сборов, ни до чего. Ну, они там наоборот, там совершенно тоже загадочная история. Сначала он с ним заключает какие-то странные договоры, стрела меняет дальше, ты узнаешь, а этот Рженоц не узнает, а потом спокойно отсылает, они встречаются. Зачем все эти нужны были знаки, тогда тоже очень непонятно. Там много дублетов, на самом деле, много дублетов и нарратив он не совсем последовательный здесь. Так что это тоже надо иметь в виду. Ну, хорошо. Спасибо всем. Замечательно. тоже большое спасибо. Значит, я сейчас закрываю рекординг, правильно? Да. Да. Нажимаю на него. Нажимаешь на квадратик белый, правильно? Дальше «А, are you sure you want to stop recording?» Я говорю «Я»